Ну что, друзья, я рад тому, что мы с вами провели этот замечательный конкурс. Я, честно говоря, не ожидал, что столько у нас художников, вернее, во всем случае, то, что по моим урокам учится столько художников, которые вполне могут называться профессиональными. Вы же знаете, да, что профессиональные художники тоже имеют градацию. Получше, похуже. Но некоторые... Ну, победитель превзошел мою картину точно. Это я вам честненько признаюсь. Я очень рад, что вы откликнулись, что было больше 200, да, картин? Да, 220. 220. И, конечно, выбрать было очень тяжело. Мы в альбом, который размещен в Сахара Фэмили, Сашенька и Машенька, туда закидали все работы, которые я отобрал для отбора уже окончательного. Хотя можно было бы еще десяток отобрать. Так что, если вы не вошли в этот десяток, можете подозревать и себя тоже. Ну, отобрали и так, 46 работ. 46 работ, вы посмотрите в альбоме, ну, одна другой краше. А есть просто суперские работы. Очень было тяжело выбирать. Мы тут сегодня не то, что намочились, но удивлялись. Хотя мы их и так видели, но когда это уже так обширно. Понятно, что у нас какие-то дела, и мы не всегда внимательно рассматриваем. Но вот когда уже окончательно стали рассматривать, с ума сойти. И вот. Все, кто 46 работ там отобраны, все, кто среди них отобраны в альбоме, мы решили тоже призывать. Ну, хотя бы одно бесплатное видео каждый из вас может выбрать и будет ему отправлено. Ну, единственное, это надо будет сообщить о своем желании Сашеньке или Машеньке. И, наконец, самая ответственная часть. Давайте я начну с третьего места. Вы думаете, что мы только одно третье место? Ну, невозможно было дать одно третье место. Поэтому там несколько имен. Наталья Будзеровская, Вера Шишкина, Людмила Кашкарова, Диана Евдокимова. Вот эти имена получили, их картины получили третье место, и, соответственно, и призы, которые там обозначены. Второе место. Елена Захарова, две картины. Мы не смогли взять одну, потому что там было две. Ну, я не знаю, можно удвоить приз, да? Ну, раз уж две картины. Елена Полякова, Елена Третьякова, и Александр Верлан. А это второе место. Ну, и, наконец, первое место. Николай Суетов. 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 Ну, это просто профессиональный художник. Я не знаю, профессиональный, причем с чувством, с толком, тонально выдержанно, безупречно. Да все выдержанно. Я не знаю, в нашем детском конкурсе принимал участие профессиональный художник. Вот что я могу сказать. Ну, я условно говорю, детский конкурс, ну, просто молодец, ну, идеально. Она лучше моей. Ну, у меня как бы задача не сделать какую-то сверхъестественную картину. У меня задача показать схему написания. Ну, здесь все и схема взята, и улучшена, и, ну, сплошное качество. Его картину мы оплатим, и вы, Николай, можете прислать, а можете оставить себе, потому что ну, картина дороже стоит. Она очень хорошая. Поэтому вы можете оставить себе, а можете прислать. Я считаю, что эту картину тысяч за 30 надо продавать. Ну, это минимум. Вот. Собственно, я официальную часть закончил. И теперь, если есть неформальная часть в виде вопросов... А, еще я хотел сказать, что мы сейчас и зимний затеем. Зимний будет называться зимний сюр. У меня пока видео немного на тему зимы. Ну, по мере зимы оно будет нарастать. Конечно, в этом конкурсе участвуют только те видео, те картины, которые написаны из моих видео. Если вы смогли... Вот как одна из участниц конкурса сделала под мостом, вот, вы знаете, да, этот мастик деревянный, за ним домик на пригорке. Она сделала водоем. Я подумал, почему я не додумался сделать водоем? Ну, такая классная идея. Идеальная идея. Если вы сейчас слышите, она просто идеальная. Вот. И вот все, кто сможет еще и проявить, так сказать, тем лучше. А, ну, и мы, конечно же, продолжаем наш конкурс на май. На то, чтобы вы... И завтра мы, да, запланировали просмотр работы и отбор, ну, как бы, тех, кто заметен, да? Да, да, завтра прямой эфир. Завтра мы постараемся в прямом эфире выйти и сделать, как бы, обзор заметных из вас. Вот. Но главное в этом конкурсе майском будет не столько заметность сейчас, сколько способность к росту, то есть демонстрация роста. Вот, я не знаю, куда дальше расти, Николаю, по-моему, наш проект майский не нужен, но все равно, если он захочет, то, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, по каким критериям отбирались картины? Ну, понятно, что у меня свое... свой отбор, свой отбор в живописи вообще, и очень много было хороших работ, я действительно... Мне трудно было не расстроить кого-то, потому что, ну, а вот это не мое, вот это мое, а это не мое. Поэтому, конечно, в первую очередь был отбор эстетический чисто для себя. Потому что, если в этом майском там будет отбор другого рода, то в этом было... Ну, я должен был приобрести главную работу, и, конечно, я должен был выбрать как бы ту, которая лично меня устроит. Здесь не было других подводных нюансов. И это, конечно, мне показалось безупречной. Ну, настолько безупречной, что моя уступает. Участвовали и профессионалы, и любители? Я не знаю, ну, Жо, это разве не профессионал? Ну, вы сами, когда сейчас всмотритесь, вы увидите, что это... Ну, это уровень добротного академического художника. Ну, в общем, все очень хотят увидеть результаты и увидеть картины других участников, поэтому, я думаю, лучше завершить прямой эфир и выложить все это. Ну, да. Чтобы все уже могли посмотреть. Значит, помните, впереди зимний такой же конкурс, и еще впереди майский конкурс с 7 дней в моем. под моим руководством. Здесь у меня в Переславле-Залесском. Прощаюсь. отлично. С Olsi цинковина Продолжение следует...